Приветствую всех на своем канале. Тема сегодняшнего видео пересадка архидейки. В руках сейчас держу фаленопсис от Микки. Пришел он вот в таком горшочке 2,5 полностью во мху. Несмотря на то, что корни и мок выглядят светлыми, серые, мок недостаточно еще просох, поэтому плохо отделяется стаканчик. Обычно, когда мок просыхает основательно, он уменьшается в объеме, и растение легко вынимается из стаканчика. Сейчас я убираю часть лишнего мха. Некоторые убирают его полностью. Но я так не делаю, чтобы не усложнять жизнь растения, потому что корешкам сложнее будет перестроиться к новому субстрату и, соответственно, новой влажности. Сажать фаленопсис я планирую в кору с небольшим количеством мха и серамиса. Сейчас вы видите детку, она немного подросла. Я показывала ее вам в день получения. Вот такая она была. Но кроме этого меня порадовал Костик еще и новым цветоносом. Итак, возвращаемся к посадке. В качестве дренажа буду использовать серамис. Высыпаю на дно небольшое количество. Сверху укладываю кору. Кору у меня подготовлено заранее. Это археата с небольшим количеством мха и также кусочками серамиса. Размещаю растения по центру. И дальше обсыпаю подготовленным заранее субстратом. Субстрат распределяю равномерно. Также буду добавлять небольшое количество мха, которое извлекала из стаканчика. Обычно я советую добавлять некоторое количество кусочков коры, старого субстрата, для того, чтобы перенести грибки-симбионты. Но я думаю, их достаточно и так. Потому что, во-первых, я оставила часть мха, а во-вторых, даже если бы я полностью его убирала, то симбионты остались бы на крышках. Мы уже не стерилизуем растения. Добавляю больше мха с единственной целью, чтобы облегчить адаптацию растения, так как оно изначально росло полностью во мху. И чем меньше его будет в субстрате, тем сложнее будет ему адаптироваться. Фаллинопсисы способны приспосабливаться практически к любым условиям влажности, но это лучше делать постепенно. Субстрат никогда не применяю, чтобы не травмировать корешки. Для того, чтобы равномерно кора распределилась и заполнились пустоты, просто постукиваю по краю горшка. После чего подсыпаю необходимое количество субстрата. Равномерно распределяю кору. Убираю лишние кусочки. Подсыпаю там, где их не хватает. Проверяю, чтобы пазухи были выше уровня субстрата. Убираю все лишнее. Также проверяю, чтобы в пазухах не оставалось кусочков мха. Вот такая симпатичная посадка у нас получилась. Сейчас протрем листики и можно отправлять на подоконник. Протираю просто губку и ничего не опрыскиваю, чтобы вода не попала в пазухи. Поливать растенику буду только через несколько дней, чтобы микротраммы, которые образовались на корешках в процессе пересадки, хорошо успели зажить. Спасибо большое за внимание. Если видео было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие. За пальцы вверх отдельное спасибо. Удачной Вам пересадки. Всем пока!